Кстати, к теме. В Ереване находится глава МИД Люксембурга. Он тоже сделал довольно твердое заявление по поводу Лачинского коридора и потребовал скорейшего разблокирования. Но из Баку пока ответа нет. Ну, понимаете, пока они будут делать только заявление и не угрожать никакими реальными шагами, то, собственно, и не будет никакой реакции из Баку. А пора, нет? Пора. Хотя бы одну санкцию против Валеева. Да, и причем говорят, вот сейчас Западной Европе нужен газ, нефть, поэтому мы не можем вводить санкции. Но это все пустая болтовня, потому что необязательно вводить санкции против азербайджанской нефти и газа. Вот посмотрите, Россия до сих пор поставляет газ в Европу. Хотя там против нее такие уж санкции сейчас ввели. То есть это не проблема. Ввести санкции, например, против Лична Алиева, членов его семьи, его капиталов за рубежом. Это же все можно сделать. Это никак не отразится на поставках газа и нефти в Европу, потому что газ и нефть продавать Азербайджану выгодно самому. Ему же нужен источник валюты. Если он не будет продавать, то он быстро обанкролится. Поэтому он будет вынужден продавать, а санкции можно ввести в других областях. Но даже этой мелочи не делается. — Михаил Владимирович, Ереван получил подтверждение о готовности Азербайджана к диалогу с Нагорным Карабахом. Вы думаете, это результат мюнхенских встреч? — Ну, я понимаю, что в Мюнхене какая-то такая договоренность была достигнута. Я считаю, что это позитивный симптом. То есть ситуация возвращается где-то к 1994 году. И когда была возможность у Нагорного Карабаха играть самостоятельную роль, по ошибке власти Армении, тогда это все было нарушено. Объединили делегации, объединили переговорные позиции. Этого не надо было делать. Но если сейчас это получится, это будет неплохо. Потому что тогда, в общем, Карабах сможет сам как-то настаивать на своих правах. И уже никто не сможет сказать, что это экспансия Еревана, что Ереван хочет захватить азербайджанские земли и так далее. — Вы это как представляете? Баку и Степанакер договариваются? Или все-таки будет какой-то международный формат? — Ну, я не знаю, как это будет. Конечно, есть минская группа ОБСЕ. Хотя Запад отказался в ней участвовать. Я имею в виду группа трех СОП-председателей. Я считаю, что ее сложно будет сейчас возобновить. Это не потому, что тут какие-то проблемы с Нагорным Карабахом, а потому что плохие отношения между Россией и Западом. Поэтому, может быть, международное посредничество будет в какой-то другой форме. Но даже в двустороннем формате. А почему бы не проводить в двустороннем формате? Могли быть встречи в Степанакерте и в Баку. Они там говорят, что с Варданяном не хотят переговоры вести. Ну, пусть с Рутюняном ведут, с Газаряном ведут переговоры. Да, кстати, есть неподтверденная информация, что Рубен Вартанян уходит в отставку. Ну, я тут про внутреннюю кухню Нагорного Карабаха ничего не сказать не могу. Это достаточно далеко от того, что там происходит. Ну, вообще, вот это решение о его назначении госминистром, оно не очень понятно было. Может быть, учитывались его международные связи какие-то, что он сможет как-то повлиять. Но назначать его на государственный пост как-то было не очень логично. Надо, чтобы там коренные карабахцы были на ключевых государственных постах, а не какие-то варяги. А варяги могут просто помогать, там, спонсировать, там, деньги давать, как-то вот оказывать помощь путем лоббирования, там, в Америке, во Франции, в России. Вот как они могут помогать. Михаил Владимирович, Азербайджан вновь начал использовать инструмент дезинформации. Якобы армянская сторона стреляет на оппозиции Азербайджана. К чему бы это? Ну, я думаю, это связано с тем, что вот миссия ЕС появилась, Европейского Союза. Да. И Азербайджан... Многие эксперты так считают. Азербайджан хочет ее дискредитировать, сказать, что вот она не реагирует на нарушение прекращения огня со стороны Армении. То есть, обвинить ее в том, что она не объективна уже с самого начала. Может быть, вот такой подход. Интересно, нет, Турция молчит по проблемам Южного Кавказа? Ну, правильно делает. Что Турция сейчас лезет на Южный Кавказ. Ей бы с землетрясением разобраться. Что неизвестно, когда закончится. Может, там еще будут какие-то толчки и землетрясения. Турции сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы решить проблемы своих граждан, а не удовлетворять свои геополитические амбиции. Это излишняя увлеченность Террагана внешней политикой. Она вот привела к тому, что дома плохо строились в Турции, что вот разрушения такие. Если бы больше денег не на поддержку всяких там туркоманов выделялось или Азербайджана, то, может быть, больше денег пошло бы на то, чтобы строить хорошие дома, а не те, которые разваливаются от землетрясений. Ну, ситуация, по прогнозам, в Турции усугубится еще. Я имею в виду политические последствия землетрясения. Ну да, сейчас, в общем, такая ситуация, что Эрдоган, то есть его партия... И это очень важный вопрос для Алиева, кстати. Да, это важный вопрос для Алиева, потому что он наладил контакт именно с Эрдоганом. Что там новые турецкие власти, какая у них повестка. Если придут... Эрдоган, в общем, он такую нео-османскую линию проводил, как мы говорим. А могут прийти кемалисты, а они уже по-другому будут. Им не так интересна вот эта экспансия. Они будут больше на Запад ориентироваться. И в этом случае у Алиева, конечно, поддержка ослаблена. Вернемся к первому вопросу и закончим, Михаил Владимирович. Так, Лавров летит, а кризис Лачинского коридора не решится. Вы пессимист в этом отношении, кажется. Я пессимист, да, я пессимист. Тут нужны реальные шаги, реальное давление на Алиева, реальные, так сказать, угрозы в его адрес, чтобы он что-то сделал. Если этого не будет, то и результат. Редактор субтитров А.Семкин